Сегодня мы направились на прогулочку, на нашу прогулочку. Вы с нами там уже были, сейчас увидите, где мы будем гулять. Вот, Le Boat de Boi, как он называется-то? Pour le Cat, красивые кораблики. Он везде. Мы сегодня решили погулять, потому что завтра здесь будет невозможно проехать. Будет суббота, и объявили на дорогах всё чёрное-причёрное. Ну, сразу вам скажу, мы поедем погулять возле Маятника, где красивые рестораны, где мы с вами гуляли. Там у нас будет вечерняя прогулочка. Сегодня мы так классно накупались. Я даже успела почитать ваши комментарии. Всем огромное-преогромное спасибо. Здесь, помните, здесь ферма, устрицы продают, а вот здесь их выращивают, устрицы. На ферму мы ещё обязательно сходим. Мы хотели покушать, сходить. Кто устрицы, кто креветки. Мы с Александром креветки. А Владислав сказал, я не пойду, вы мне Макдональдс купите. Поэтому спасибо всем за комментарии, кто следит за нашим отпуском. Многие, кстати, написали про квартиру. Лена, у вас какой контракт с банком, кредит или ипотека по-вашему, вы можете выплачивать заранее. То есть, если у вас есть какие-то деньги, то выплатить. Или вы можете только выплачить через определённый срок. Нет, мы можем выплатить хоть когда, без пеналите, без всякого пеналите. Это у нас по-русски сейчас, буду вспоминать. Штраф с нас не возьмут никакой, ни проценты не возьмут. Если мы выплатим какую-то часть, например, появляется у нас 5000 евро или 10 тысяч евро, мы можем позвонить в банк, договориться и выплатить. Они с нас там возьмут примерно за 10 тысяч возьмут 200 евро. Такой будет небольшой штраф. Ну и будет зависеть, если там 20 тысяч, то больше евро, и там зависит это. Но они нам разрешат эту сумму вложить и выплатить. Ещё многие из вас написали, что многие свою квартиру бы не сдали, потому что брезгуют жить после другого человека. Вот я с вами, мои хорошие, согласны, я тоже очень брезгливая. Я бы уже давно сдала квартиру, если честно сказать. Ой, ну потом же мне будет мороки, я же буду вычищать каждый угол. Для меня легче вот как мы сдаём нашу квартиру. Вот она, ферма в Провансе. Вот купили, сдали, и я её не вижу. Потом, когда нужно будет её забирать, зайду, всё переделаю один раз, и всё. А вот после каждого, я не знаю, я не знаю, как... Если, конечно, бы нужда заставила, то бы, конечно, сдавала. Но не знаю, посмотрим. Мне так же, как и вам, очень-очень тяжело сдавать своё жильё. Вот, например, Оля. Я вам показываю окрестности. Оля сдала свою квартиру, но она сдала на круглый год. У них уже... Человек, который снимает, живёт уже, наверное, года четыре, а может пять. Но они туда вот заходили в этом году, потому что ему нужно было отремонтировать что-то, он уезжал. Ну, и Оля, конечно, была немного в шоке, сестра была в шоке, потому что там живёт одинокий мужчина на сегодняшний момент, уже пожилой. Свои там у него болезни, и у него две кошки. И квартира, красотулечка была такая, кто мои первые видео видел, мы жили в этой квартире, когда приезжали на каникулы. Она, конечно, превратилась в такое, что она сказала, после него нужно просто будет делать ремонт. И если делать хороший ремонт, там нужно будет перекрывать полы, там нужно будет всё менять, всё чистить. И примерно нужно минимум шесть тысяч, чтобы переделать полностью квартиру. Поэтому нужно всё считать, сколько ты заработаешь. Ну, конечно, они выплачивают так, как и мы кредиты, поэтому им пока выгодно сдавать её. Если вы спрашивали, сколько стоит, по-честному всё вам рассказываю, как всегда, ничего не скрываю. Если вот сейчас в сезон квартиры от 500-600 евро, как наша, до 1000, такой сезон, когда люди уже ничего не находят, то вне сезон каждый за месяц, не за неделю, сейчас за неделю цену сказала, за месяц будет 550 где-то. 550-500, в зависимости от квартиры, может быть, даже можно найти чуть-чуть подешевле, где хороший ремонт, где там всё оставлено с мебелью, чуть-чуть подороже. Поэтому вот вам всё по-честному рассказала. Ладно, мы уже подъезжаем к нашей прогулке. Вон французы пешком оттуда идут, погуляем. Хатун, сипограб. Мужчина говорит, простите меня, загородила вам, бит красивый. Ничего страшного. Вот мы уже к маяку приехали. Вот этот ресторанчик, но он только в обед и вечером открыт. Смотрите, здесь какая красота. И вон там вот жарища, где машина припаркованная, а здесь воздух чистый. А, они там фразы, мужичины, которые позади меня говорят, говорят, булками своими. Давай, ворочай, иди. Спортом занимайся, выражение не буду сейчас по-французски произносить, потому что немного такое разговорное, даже слишком разговорное выражение. Такой обрыв. Я хотела подойти. А, вон он, селя пляж Сережгард. Красота, конечно, неимоверная. Подходить не буду сильно близко, потому что ветер. А здесь у нас нудистский пляж для мужчин. Вон они все, не буду приближать камеру, они все с голыми попами. Вот так вот и снимаю вам красоту природы. Голые попы, они у всех. Идемте дальше. Здесь еще один красивый пляж. Смотрите, какой. Но здесь для нормальных уже людей. Ну, как выразилось тоже. Да, обычных людей. И вон там вот лестница, чтобы спускаться. Вы меня спрашиваете. Лена, местные достопримечательности, как уже. Я уже их показывала вам. Вот сколько мы здесь уже два года. Я уже показывала еще, когда мы у Оли жили, приезжали. Поэтому местные достопримечательности есть уже на канале. Мы шли-шли и решили присесть, перекусить и записать новую французскую фразу от Александры. Все французские уроки есть в плейлисте «Французский язык от Дюмонов». Поэтому обязательно смотрите и изучайте. Вот. Девушка на меня посмотрела, скорее всего, понимает русский язык. Да. Нас остановили, чтобы знать нам брошюрку, как нужно себя вести, чтобы пожара не было. А Алекс говорит, а у нас это самое. Я жандарм, все знаю. Поэтому не взяли мы брошюрку и зато поговорили. А вон там французские стояли такие красивые. И вон, смотрите, они вот про этот ресторан говорили. Эти, кто работает, они им объясняли, они спрашивают, что это за ресторан. Они сказали, очень классный ресторан, дорогой, мишленовский. Поэтому у нас, вон, мне помахали рукой, заходите в ресторан. Сервер. Поэтому, Le Grand Cap. Кто любит мишленовский ресторан, то вот сюда вам. Классно. А тут меню сейчас посмотрим, изменилось или нет. Сейчас подойдем к своей очереди. Все снимают меню в ресторане. Так, смотрите. А, Антри. Меню, да? Да. Меню. Так. О, здесь такая вкуснота. Рыбка. Вау, все это. Рыбка. Рыбка. Продолжение следует...